Первая неделя чемпионата мира по футболу позади. Об итогах этой важной для российских болельщиков недели чуть позже, а пока о сегодняшних играх. В уже завершившемся поединке сборной Дании и Австралии сыграли в ничью 1-1. А буквально с минуты на минуту должен начаться второй тайм матча Франция-Перу. После первого тайма счет 1-0 в пользу французов. Для российских болельщиков главный итог недели досрочный и во многом неожиданный выход сборной в 1-8 финала. Впервые в своей новейшей истории. Еще один важный нефутбольный итог. Турнир пока обходится без серьезных инцидентов. Его не омрачают ни футбольные хулиганы, ни расисты, ни террористы, о которых много говорили до начала первенства. Ну а Никольская улица в центре Москвы превратилась в неофициальную столицу болельщиков со всего мира, которые приехали в Россию. Уже неделю там не прекращается футбольный карнавал, и его свидетелем стала моя коллега Наталья Зотова. На улице Никольской праздник продолжается уже неделю. Здесь до утра гуляют победители и пьют побежденные. Иностранцы знакомятся с русскими девушками. А толпа плотная, как в ночном клубе. А вчера здесь была моя сестра и сказала, что вся движуха здесь, поэтому мы сюда пришли. Мы были сегодня на матче Польши-Сенегал и приехали сюда, сразу решили ехать сюда, просто идти, знакомиться, общаться. Я считаю своей обязанностью поделиться нашей культурой, нашего казачьего дона обязательно со всеми нашими приезжими болельщиками, фанатами. Утром болельщикам наконец удается поспать, коммунальщикам убрать следы ночного веселья, а бизнесам подсчитать прибыль. Мы на время чемпионата стали работать круглосуточно. Очень значительно вырос поток покупателей. Только говоришь открыто, это все. Ты можешь забыть обо всем, что ты хотел сделать, потому что дальше идет наплыв гостей, и ты только работаешь, работаешь, работаешь. Продажи выросли на 35%. Конечно, мне кажется, она у всех выросла, причем раза в три, в четыре, наверное. Китайцы в основном покупают Аленку, то есть это знаменитый бренд, и он очень популярен в Китае. В основном это все-таки русская еда. Russian food, please. Иностранцы берут борщ. Когда Мексика выиграла, тоже много было мексиканцев. Тут и пели песни. Интересно смотреть, как они радуются. Все радуются по-разному. Огоньки очень красивые, особенно вечером. Когда огни зажигаются, здесь почти рождественская атмосфера. Мне очень нравятся магазины. Все очень близко к центру Москвы. Столько людей из всевозможных стран поют песни. Это фантастика. Мы в России пять дней и приходим сюда каждый день. На этой улице много сувенирных магазинов. Мы сейчас ходили и разглядывали сувениры. Мы только что позавтракали, попробовали русскую кухню. Болельщики, которых мы здесь встретили, в один голос говорят, что они приходят на Никольскую за атмосферой огромной международной вечеринки. Приходят и сами же этим ее и создают. Ну а главным героем футбольной вечеринки на этом первенстве, по крайней мере пока, является португалец Криштиану Роналду. Он уже забил четыре мяча в двух матчах. А весь футбольный мир уже больше десяти лет следит за противостоянием Роналду и аргентинца Лионеля Месси. В первом матче своей сборной против Исландии форвард Барселоны сыграл бледно и запомнился незабитым пенальти. Менее чем через два часа он выведет свою команду на поединок с Хорватией. Это один из самых ожидаемых матчей второго тура. А итоги первой футбольной недели мы подведем с моей коллегой Елизаветой Фокт. Она сейчас на прямой линии связи с нами из Москвы. Лиз, приветствую тебя. Ну вот 10 лет назад, ровно 10 лет назад сборная России победила голландцев и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Это был абсолютно невероятный успех. Сейчас она вышла в плей-офф чемпионата мира. И я напомню, что только ленивый не криковал в сборную до первенства. Как изменилась риторика и каковы сейчас ожидания от команды Станислава Черчесова? Олег, добрый вечер. Риторика, конечно, изменилась просто кардинально. Если до чемпионата мира сборная не могла победить в 7 или 8 матчах к ряду, то теперь две победы. Победа на Саудовской Аравии 5-0, победа над Египтом 3-1. Я думаю, что даже самые оптимисты, люди, которые верят в команду в любом случае, они не рассчитывали на такой блестящий результат. Сейчас, конечно, можно сказать о том, что первый в истории современной России выход в плей-офф. Это огромный успех уже для команды Черчесова. Конечно, скептики обращают внимание, что Египет и Саудовская Аравия – это все-таки не самые сильные команды. И что настоящая проверка предстоит 25 марта в матче с Уругваем. Это самый сильный соперник на групповом этапе. Потому что все-таки Саудовская Аравия – это вообще одна из самых слабых сборных по рейтингу. Но, тем не менее, вся эта критика сейчас забыта. Это абсолютный праздник. Я могу даже сказать, что когда мы летели из Волгограда с другого матча, с матча сборной Англии, командир воздушного судна в воздухе объявлял счет. И салон просто взрывался аплодисментами. То есть я давно не помню такого какого-то единения и такого восторга по поводу российских футболистов. Думаю, что они и сами к этому, в общем, не привыкли. Лизну чемпионат мира – это не только футбол. Мы уже знаем несколько таких запоминающихся нефутбольных историй. Многие помнят матчи в Волгограде английской сборной, которые наводнили просто странные насекомые, с которыми вроде как-то борются, выделяют десятки миллионов рублей, но, в общем, безуспешно. Какие еще какие-то такие запоминающиеся околофутбольные истории сейчас на слуху? Да, мошки действительно всех запомнились, пытаются там с ними бороться. Ну, лично мне очень запомнились истории, которые связаны с похожими названиями российских городов. Вот болельщики путаются. Например, швейцарские туристы, любители футбола, они перепутали два Ростова. Ехали на матчи в Ростов-на-Дону, а гостиницу забронировали в Ростове-Великом, который, в общем, довольно далеко находится, и не могли ночью разобраться. Взвонили в колл-центр, чтобы понять вообще, где находится их отель. Очень удивились, узнав, что он находится в другом городе. А вот буквально на днях министр транспорта тоже рассказал, что болельщик из Китая, он перепутал два вокзала. Вокзалы Волгограда и вокзалы Вологды. Он приехал в Волгоград и пытался найти поезд, который, в общем-то, отбывал из другого города. Тоже возникли у него с этим большие трудности. Еще много говорят не о курьезах, а вот о ситуации с завышенными ценами, что таксисты пытаются людей возить из аэропортов за какие-то невероятные деньги, за несколько тысяч рублей. В общем, да, это цены неадекватные. Очень широко разошлась, я напомню, история с кафе возле стадиона Лужники, где было два меню. Одно на русском языке для русскоязычных туристов, другое на английском языке для иностранных туристов. И цены в меню на английском языке были завышены два раза. Это вот такие, в общем, не очень приятные истории. Но в целом я хочу сказать, что, как-то Олег и отметил, действительно чемпионат проходит без таких вот больших серьезных инцидентов. То есть какая-то, в принципе, дружеская атмосфера. И вот наиболее резонансными становятся именно, что такие курьезы, а не какие-то негативные события.